МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Сегодня один на один два известных оппонента. Губернатор Нижегородской области Борис Немцов и председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Если господин Немцов считает, что он добился больших успехов, возглавляя администрацию Нижегородской области, то я бы хотел с своей стороны доказать ему обратное, что сегодня Нижегородская область занимает одно из первых мест по преступности, огромное количество больных венерическими болезнями и большие проколы в экономической реформе, которую он пытается там осуществить. Во-первых, Жириновский талантливый демагог и авантюрист. Во-вторых, Жириновский презирает людей, считая их полными идиотами и дураками. И далее Жириновский крайне двуличный человек. Он с утра может обниматься с Дудаевым, а после обеда целоваться с Ельцином. К счастью, народ наш уже все это понял. Владимир Вольфович, зачем вы поехали в Буденовск? Ну, это страшное событие. Безусловно. Такого не было ни в одном свете мира вообще никогда. Да, по-моему, в мировой истории это самый крупный случай терроризма, да, Валерий Финкевич? Такое количество людей. Ну, конечно, да. Поэтому мы решили поехать. И был план, определенный план, который можно было осуществить. И сейчас наш депутат Кашпировский находится в больнице, вместо заложников. И как врач-психотерапевт пытается воздействовать на главаря Шамиля Басаева. Так что это вот часть... А что, вы раскрываете план, а вдруг Басаев сейчас... Нет, это отключено все телевидение, я все знаю. В больнице телевидение, радио ничего нет, поэтому исключается, что кто-то чего-то услышит или увидит. Тем более меня удивило, когда сказали, что Ковалев якобы с ним договорился, что он будет уполномоченным, вести с ним переговоры. Абсурд. Один телефон, только в оперативном штабе, только один номер, знает только один человек, Буденовский. Поэтому только через него можно вести переговоры с Шамилем. Это мы. То есть, наоборот, он общается через... Только, да. Поэтому когда Ковалев говорит, что он с Гайдаром переговорил, и вот сейчас он будет вести переговоры, и что-то там договорился, ложь. И Ковалев, и Шабат, и Рыбаков, и другие депутаты ходят по городу и провоцируют население мешать армии каким-то образом уничтожить этих повстанцев, этих вот террористов. А переговоры, возможно, только из одного кабинета, который нас с трудом допустили. Я переговорил с Шамилем по телефону, но когда мне оперативный штаб поможет. Но вы же не можете ничего решить, вы же как бы все равно в Думе, вы же в оппозиции. Конечно, мы вообще неисполнительная власть. Как вы себя вели в этой ситуации? Ну, во-первых, я так скажу, что то, что произошло в Буденовске, это как раз следствие политики, которую пытается провести Жириновский, на самом деле. Потому что он, как известно, ратовал за военный путь решения проблемы Чечни. Он, как известно, неоднократно выступал в Государственной Думе, есть соответствующие документы. Но юмор-то в том состоит, что как раз Владимир Вольфович относится к разряду тех людей, которые при этом отмечают годовщину независимости Чечни вместе с Дудаевым. Об этом Киселев, как вы знаете, в апреле говорил. Поэтому визит туда Жириновского, мне кажется, это абсолютно абсурд. Это абсолютно абсурд. Он носит чисто провокационный характер. Черномырдин, да, должен был поехать, безусловно. Но разве сегодня он едет? Ну, никто не знает. Ельцин должен был поехать, безусловно. Что ему там делать? Не понимаю, он с Дудаевым обнимается, что ему там делать? Ну, Ельцин тоже, когда не был при власти, он ездил на москвиче, а вы продолжили на Мерседесах к нам приехать. Да. Потом тоже Киселев показал по телевидению, это было два года назад, когда никакой войны не было. Это был 93 год. Вы отмечали День независимости Чечни. Это неважно. Это праздник местный их. Что вы на меня отмечали, он, Дудаев, приглашал всех лидеров, любых партий. И все испугались ехать. Я поехал специально, чтобы показать, что я не боюсь ехать в логово, которое сегодня наш президент Ельцин назвал как гнездо терроризма в мировом масштабе. Я поехал туда, я обнимался со всеми. Там и Аушев там был, и Гомсахурдия покойный там был. И были руководители Ставрополя, Краснодара. Это неважно. Это встреча людей, облеченных властью на данный момент. Я не рву оппозиции к Ельцину и Черномыдину, я буду с ними обниматься, целоваться. Это люди, облеченные властью сегодня. Дело в том, что сейчас в Госдуме создана комиссия, ее возглавил председатель комитета по безопасности Виктор Илюхин. Там будут обсуждаться не только вопросы, с Гомсахурдией встречались или без. Там будут обсуждаться вопросы, договаривались ли Жириновский с Дудаевым в поставках оружия. Там будут обсуждаться вопросы, как насчет экспорта нефти из Грозного. И там будет обсуждаться вопрос, договаривались ли сделать Чечню по-настоящему независимой. Вот все эти темы сейчас обсуждает как раз Илюхин. Надо просто дождаться, когда это закончится. Кстати говоря, за это проголосовало 289 депутатов Госдумы. Правильно? Все закончилось давно. Да нет. Все уже давно закончилось. Вам лучше знать. Вы в Нижнем Новгороде, а я в Госдуме. Да я в Совете Федерации. Комиссия закончила работу и никогда ничего не найдет. То есть вы все спрятали уже. Ваш друг Гайдар это все сделал. И прочие, которые управляли страной и до сих пор управляют. Мы, депутаты, как мы можем вообще эти вопросы обсуждать? В 1991 году кто вооружил его? Кто оставил там войска? Вы же знаете прекрасно. Называли же фамилии маршалов, так сказать, военачальников. Ну там, правда, никак не договорятся. Потому что все друг на друга валят. Депутаты оппозиционной партии. Мы в парламенте с декабря. Какая оппозиционная? Вы же победили на выборах. Вы что, забыли что-то? Вы забыли. Учтите, кстати, победив на выборах и голосуя за бюджет, голосуя за все решения, вы несете полную ответственность за то, что происходит в стране. Подождайтесь, единственная партия... Люди нищают, люди не получают денег, в том числе из-за того, что вы так себя ведете. Бюджет, единственная партия, которая, это наша, не проголосовали. Проголосовали. Есть поименное голосование. Четвертое чтение. Еще раз, за бюджет голосуются четыре раза в год. Вот в июле 1994 года мы единственная фракция, которая не проголосовала. Мы единственная фракция, которая периодически ставила вопрос об отставке тех или иных министров и за отставку правительства. А, кстати, в среду будет отставка правительства, на ваш взгляд? Вопрос поставлен в повестку дня и будет обсуждаться. И сейчас большинство депутатов проголосуют за отставку правительства. Кроме фракции, может быть, которых ближе к господину Немцову. Но есть его друзья, Гайдар, Явленинский. Гайдар, во-первых, вчера заявил, что он будет голосовать за отставку, если не наступит мир в Буденновске. Я вообще, кстати, считаю вот что. Вот смотрите, как хронологически были события в Буденновске. Вы в пятницу вечером, как известно, туда вылетели, правильно? Да. Потом вы туда приехали, встретились с Ерином, со Степашем. Встречались? Нет. Мы разговаривали. Встреч не было, мы приехали и не встретились. А потом вдруг неожиданно начался штурм. Вас это... Как вы думаете? Это что такое? Что такое случилось? Приехал и штурм учился. Да, понимаете, через несколько часов начался штурм. Что должен делать депутат миротворец? Он первый должен прийти в больницу. Куда? В больницу. В больницу никто не может прийти. Что же вы не пошли к больнице? Ну, у вас Кашпировский там сидит в больнице. Слушайте внимательно. В больницу кто подойдет, будет уничтожен. Или снайперами и террористами. А Кашпировский как туда попал? По договоренности. По телефону мы звоним. Надо было там сейчас сидеть. Мы в разговорности, мы были там. Вы что, не знаете? Мы там были, разговаривали. Вот в больнице вы должны сидеть, если вы хотите спасти заложников. Были наши депутаты. Понимаете? Но хозяином больницы Басаев. Мы пришли, и наши депутаты поговорили и ушли. Так было несколько заходов. Это не имеет значения. Единственное, вот он разрешил Кашпировскому быть остаться. И то мы не знаем подлинных событий. Мы же не можем сейчас об этом говорить. Но тот факт, что Борис Ефимович пытается провести пролей. Вот приехал Жириновский, и сейчас я что? Конечно. В общем, это уже с легче. Давайте прервемся. Борис Жириновский, отдавайте с нами. Владимир Жириновский. 49 лет. Имеет два высших образования. Окончил Московский институт восточных языков и юридический факультет Московского государственного университета. С 1985 года начал заниматься политикой. В 1990 году возглавил им же созданную либерально-демократическую партию. В первое время мало кем воспринимался всерьез как политик. Постепенно приобретает скандальную известность. На выборах президента России за него голосуют 6 миллионов 200 тысяч россиян. В 1993 году на выборах в Государственную Думу за партийный список либерально-демократической партии России голосует наибольшее количество избирателей. В 1995 году на выборах в местные органы власти Нижегородской области ни один кандидат от его партии избран не был. Какова может быть технология спасения людей? Технология, значит, здесь никакие уговоры не помогут. Потому что это люди уже... Ведь Басаев, он хвалился, сколько он уничтожил. Если вот показали его интервью всей нашей стране, сотни людей он собственноручно уничтожил. Наших россиян. Больше сотни. Это чудовище. Вы имеете в виду уже в больнице? В больнице он давал интервью нашим депутатам. А если посчитать, сколько он убил во время войны? Так это вот за все время, говорю. Это человек, который убийца сотен и сотен людей. Где бы то ни было, в Абхазии это было, в Чечне, в Ставрополе. Это человек, который может быть больше, чем какой-нибудь там... То есть его можно только штурмовать, да? Только штурмом. Бесполезно все остальное. Поэтому то, что вчера был утром штурм, еще раз попытки, еще и еще. В любой стране мира уже давно бы уничтожили. А что, не бывает каких-то специальных средств? Я не знаю, там ослепление, какие-то газы. Ну, это так же невозможно. Это же безумная идея штурмовать здание, где находятся тысячи детей, женщин, стариков. Это безумная идея. Совершенно понятно, что в результате штурма Басаев останется живой, а погибнут как раз невинные люди. Что это за идеи такие? Человек-ненавистнические. Как, на ваш взгляд, нужно было действовать? Совершенно понятно, что надо вести переговоры. И я абсолютно уверен, что можно договориться. Ну хорошо, президент говорит, что он не хочет ехать в Буденск, потому что... Мало ли, что он не хочет. Чтобы не выйти заложником Басаева. Дело в том, что это абсурд, что президент страны приехал на переговоры. Да не надо никуда ехать. Есть премьер-министр, который может поехать. Есть, в конце концов, правительственная делегация, куда можно включить и депутатов. Но совершенно понятно, что пушки не должны говорить, когда дети стоят в окнах. Это же безумное предложение. Пушки не говорят. Четыре дня пушки не говорили. Вчера вся страна видела, как они говорили. Вчера, но с момента захвата. И как кричали люди, которые выходили оттуда, чтобы только не стреляли. Сейчас Жириновский говорит, стрелять. Тысячу человек бьют. По бандитам стрелять. По каким бандитам? Кто там будет разбираться? Разбираться будет. В окнах стоят люди. В окнах стоят люди, а где бандиты сидят, там никого нет. Вот по тем окнам и бить надо. Да. Вы военочек в армии были когда-нибудь? Были. Вы были когда-нибудь. И где? Кем вы были в армии? Я был. Что вы возили? Я был лейтенантом. Что значит возили? Ну я офицером был, а вы же были сержантом, солдатом. Нет, почему? Я был лейтенантом. Я думаю, сейчас уже, я думаю, все равно никто из нас не может... Я прошу прощения. Никто не может сейчас сказать точно, как вести спасательную операцию. Я приехал туда. Я имею в виду технологию военную. Как он может говорить тысячу детей? Ваня Ромич, я прошу прощения. Вы видели тысячу детей? Да, видел. Где? Их видел весь мир. Я прошу прощения, я прошу прощения. Выроченная районная больница, не детская. Я просто очень прошу. У меня вопрос. Никто из нас, на самом деле, сидящих здесь, не может точно сказать, как правильно вести спасательную операцию. Потому что это слишком специфическая профессия. Согласен, но всего два выхода. Переговоры и штурм. Переговоры велись три дня. Четвертый день, два часа штурм. Снова двое суток переговоров. Постоянно идет чередование. Но политических переговоров уже не было. Идут, только политические идут. Только политические. Постоянно идут. Но что происходит, когда губернатор говорит, жертвы? Идут переговоры и трупы выбрасывают. Ведь больные-то гибнут без питания, без электричества. А со стрельбой они не будут гибнуть? Со стрельбой пять погибло. А вот просто так, пятьдесят не погибло. Пять наших солдат только погибло. А сколько заложников погибло, никто не знает. Я вам говорю, что вы здесь сидите. Я только что оттуда. Я разговаривал с людьми, вышедшими из больниц. Ни один больной не погиб. Ни один метр работник не погиб. Нет, на самом деле, мои журналисты другую информацию. А журналисты передали, что уже погибли. Журналисты лгут. Нет, мои журналисты не лгут. Лгут журналист? Я оттуда. Я вам говорю еще раз. У меня там тоже находится человек. Ни один больной, ни один метр работник, ни один мирный житель в настоящем мире не погиб. Погибли только солдаты и террористы. И это нормальное состояние. Вооруженные люди входят в конфликт. Естественно, они стреляют. И жертвы неизбежны. Но даже если вы погибли во время штурма кто-то еще, надо брать общее количество жертв. Общее количество жертв. Что сделал этот бандит, который вошел в город? Они мне рассказывали, жители. Немцы этого не сделали в Ставрополе в 41-м году. В 42-м среднем. Выгоняли людей под автоматами. Ложись и гнали в больницу. Это что? Это же в прямом виде бандитизм, когда врывается банда в город и такие чудовища устраиваются. Это реально, на самом деле, никто не знает. И вы пытаетесь защищать переговоры. Я говорю, никогда. Бандиты... На самом деле, реально никто не может сказать, сколько человек сейчас погибло во время штурма. Какие будут политические последствия, если правительство уйдет в отставку? Я вам скажу, что я сам видел, 4 рефрижератора, полные трупов. Это все сделали бандиты. Я думаю, что если правительство уйдет в отставку, то ничего страшного, в принципе, не произойдет. Надо будет сформировать новое правительство. У президента есть конституционные полномочия, он может это сделать. Но я считаю, что правительство еще не исчерпало все возможности. И Черномердин, и ночью сего, в воскресенье говорил по телефону с Басаевым, я думаю, что еще есть шанс встретиться, в том числе и с бандитами. И только после того, как все возможности будут исчерпаны, только после этого можно однозначно сказать об отставке или нет. Понимаете, пороть горячку в таких ситуациях, это очень опасно. Заводить людей тоже очень опасно. Нужно все-таки по-гуманному относиться, в том числе и к тем событиям кровавым, которые там относятся. Если сейчас следовать этой логике, то во время штурма вообще ничего не разберешь. Там никто не будет выяснять, кто в кого стреляет. Это же страшная паника. Тысяча людей. Люди в состоянии абсолютного аффекта. Вчера вся страна весь мир это видела. Он просто ничего не видел. Он же сидел там в Буденовске, ничего не видел. Сейчас страна весь говорит. Ну что, человек, нагло так вот лгать. Я там был, а вы, вас там не было. И вы мне так говорите, я не видел там. Я сидел напрямую и увидел все это. Где вы? Вы сидели что, любовались, как стреляют по округам? Почему стреляют? Почему любовался? Ну я оттуда приехал, это маленький город. Когда видно, вот горит больница. Я ее вижу собственными глазами. Я вижу людей выходящих. Я с ними разговариваю. Я вижу солдат. Я с ними разговариваю. Оперативный штаб. Мы там находимся. А вы, как зрители, издалека начинаете рассуждать. А если Басаев убьет всех заложников? А если Басаев убьет всех? Никого он не убьет. Не убьет он всех заложников. Это трусливые бандиты. Как только наши войска нанесли удар, тут же 150 человек выпустил. И каждый час опускает по 30 человек. И все уйдут из больницы. Никого пальцами тронет. Бандиты понимают только силу. Никогда еще в мировой практике ни одни бандиты просто так не ушли после захвата заложников. Их убивают. Разные бывали. Или они отпускают и уходят. Пожалуйста. Два варианта. Ему предложили самолет, деньги за границу. Мы ему предложили любые деньги. Вот все. Значит, только уничтожение. Только уничтожение. Другой выход невозможен. Потому что любые террористы во всем мире, им нужно уехать. Они для этого захватывают заложников. А как бы вы ввели переговоры? Вы говорите, ввести переговоры, Борис Семенович. Что можно предложить такой, чтобы... Переговоры очень просто. Даже вот сегодняшний ночной разговор премьера уже говорит о том, что их можно вести. Он ставит конкретно вопрос. Прекращение боевых действий на территории Чечни. Надо идти на это. Нет никаких проблем. Второй вопрос он ставит. Что переговоры о разводе войск. Я, правда, не очень понимаю. Но надо сейчас соглашаться на все. О разводе так о разводе. Черномырин правильно говорит. В рамках Конституции. В рамках Конституции. Он и не спорит. В рамках Конституции. Дальше он предлагает абсурдное требование провести общенациональный референдум о судьбе Чечни. Это в результате переговоров, я думаю, снимется этот вопрос, поскольку он безумный. Он снимется. Но надо вести. Почему мы не используем эту возможность? Почему сразу слушать безумцев? Я не понимаю. Ну, зачем нельзя безумцев? Оставайтесь с нами. Я говорю, что вы негодяи. Что мы делаем безумцев? Борис Немцов. 35 лет. Окончил Горьковский государственный университет. Работал в научно-исследовательском институте. Как ученый-физик подавал большие надежды. С начала перестройки занялся политической деятельностью. Во время августовского путча находился в рядах защитников Белого дома. После августа назначен представителем президента в Нижегородской области и губернатором. За время его пребывания на посту губернатора Нижний Новгород становится столицей российских реформ. Предлагал Владимиру Жириновскому участвовать в выборах на пост губернатора Нижегородской области. Отчего тот отказался. А почему вы отказались? Ложь не отказывался. Выборов нет. Выборов нет, объявляйте выборы. Дело в том, что... Выборы нужно обидеть. У меня было послано письмо, открытое совершенно. В письме было сказано, что партия ЛДПР проиграла полностью все местные выборы. 16 кандидатов от его партии не получили ни одного мандата. Ноль. И я ему предложил, перед тем, как замахиваться на президентский пост, я предложил Жириновскому участвовать в губернаторских выборах. Потому что, не имея ничего за душой, кроме болтовни, стать президентом, это маловато. Сидеть человек и так же делать себя. Короче говоря, я ему предложил. Безумец болтовня. Я ему предложил. Я же могу сказать тоже... Я ему предложил, он оказался, вот и все. Ну вы лучше все есть. Про вашу область, что вы сделали как губернатор-то? Вы что сделали? Да не вы. Кроме сифилиса преступников, что у вас есть еще? Назовите мне. Дифтерия, что еще есть? Развальные колхозы, что еще есть? Видите, папочку принес, он же не знает, что есть. А вот документ. Я приезжаю в область, заказывают автобусы, чтобы депутата Жириновска сопровождать. Посадил на группу негодяев, которые приехали саботировать мой въезд в город. Вот он, пожалуйста, его документ. До сих пор не оплатил губернатор. Вот, написано. Автобусы чистые подать для группы депутатов. А губернатор должен оплачивать вам автобусы. Обязан по закону он. Так он даже посадил туда моих противников, чтобы они сорвали мой приезд. Вот губернатор. Здесь не написано, что Немцов это сделал. Вот, вот. Это все их предприятие, Нижегородское. Это все ерунда. Я понял, что Владимир Вович очень беспокоится проблемой сифилиса. Я вот когда ехал сюда, в Останкино, я читал журнал, очень интересный. Называется он. Журнал. Плейбой называется. Знаете, выдавали интервью. Многие журналисты, как и вы. Да, там плейбой. Вот я смотрю, почему же Владимир Вович так это волнует? Оказывается, отвечает на вопрос... Волнуются жители Нижнего Нового? Да нет, волнует это вас. Вы же об этом говорите. Жители Нижнего Нового проблем нет. Я так же об этом говорю, как мы, то что мы проиграли. Подождите, подождите. Не подождите, подождите. Вы сказали ложь, что мои люди проиграли Нижнего Нового? Это ложь. Абсолютно проиграли. Спасификация выборов. Они выставляли? Все, везде выставляется. Вот этот человек, который действительно негодяй. Негодяй-преступник, который... Да нет, они выиграли-проиграли. Тут-то вы можете договориться. Он сфиксировал все выборы. Устроил лотерею. А, то есть вы считаете, что были сфиксированы выборы? Все были полные сфиксации. Потому что как это фальшивый монетчик, губернатор фальшивый. Его кто назначил губернатором? Народ избрал его? Ну, у нас всех губернаторов назначили. Нет, за что? Потому что он защищал Белый дом. Дело не в этом. Вы защищал негодяяя в Белом доме. В Белом доме защищал негодяев в августе 91-го года. Значит, не прошли все-таки. Не прошли ваши... Все прошли бы. Все не заняли вторые места. Первые заняли его люди. Полная фальсификация. Фальсификация с деньгами, данными на Нижний Новгород. 30 миллионов долларов. Об этом же вся его пресса шумит уже несколько месяцев. Где деньги? Миллионы долларов, которые получила область под гарантию Министерства финансов. Где ваши деньги? Где? Очень много вопросов. Давайте я пойду. Вопросов очень много. Вы что, воруете? Борисович, я прошу вас. Шельмуйте. Я очень прошу вас, Борис Ефимович. Теперь он хочет со мной. Борис Ефимович, я очень прошу вас. Я прошу вас обоих. Борис Ефимович, я прошу вас. Басаевым нужно расстреливать. Тогда мы отберем к практике, которая была известна в Верховном Союзе Российской Федерации. Вас отключите первый микрофон. С Белого дома. Борис Ефимович, я прошу вас. И прошу вас, Анатолий Вольфович, немножко успокоиться. Сидит в радиофизии. В лабораторию, где физикой занимается. Анатолий Вольфович, я очень вас прошу. Я же не могу с вами общаться, так как общаетесь вы между собой. Значит, давайте по порядку. Единственный парк, никто не дал помещения. А уже выключили? Да. А мы выключили ваш микрофон уже. Так нельзя, не пойдет так. А, вот так не пойдет. Хорошо, включите. Минуточку, давайте разберемся с сифилисом. Не надо вместиться. Сифилис у нас в области. Я понял, что у вас проблемы. Мне журналы нет проблем. 200 женщин, с которыми вы спали. Кто это сказал? Вы сказали. Нет. Вот что это. Это правильно переведено неправильно. Вы сказали. Журналист. Журналист. Да есть запись. Журналист. Да не надо про записи. Записи. Это единственное дело каждое. Второе. У нас есть конституция. Мы вас вылечим. Не надо лечить нас. У нас два укола и вы свободны. Ну вот видите опять. Ну что это? Ну это же негодяй. Ну подонок. Я прошу прощения. Господа, я прошу прощения. Я бы сейчас так плеснуennis в лицо. Ой, ну что вы делаете? Ну что же вы делаете? Ну что же? Ну что же вы делаете? Подонок сейчас. Я вообще не буду. Ну что же? Ну сядьте, пожалуйста. Как можно? Как можно? Оба сядьте. Если ты подонок такие вещи и будут говорить. Ну что? Так что тоже нельзя? Есть статья Конституции. Кто-то запрещает это делать. Я очень рад. Мы вынужденыierzать нашу программу. Будьте с нами через неделю. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok